добрый день дорогие друзья с вами канал одна австралия и александр петров очень часто вы спрашиваете особенно новички а как я могу попасть в австралию ну я задумался действительности надо поставить ролик о том как вы можете попасть в австралию но хотел бы его этот ролик сделать немножко полезным для вас в плане того чтобы вы понимали особенности попадания по эти и оставания в стране по этим типом виз и так первый путь это обычная туристическая виза сапкласс 600 у нее много стримов это в принципе туристическая виза вы гость вы хотите посмотреть страну может быть какое-то специальное событие может религиозная какая-то религиозное собрание много может быть причин может быть вас семья призывает у вас здесь дядя тетя или родной брат это все 600 виза она бывает до трех месяцев она бывает до двух лет до года иногда надо каждые три месяца посещать страну иногда надо через три месяца уехать и все ты не можешь перепадаться на любую другую визу там стоит иногда ограничение 8503 но это все частности туристическая виза это виза которая дает вам возможность задержаться в стране посмотреть страну и частенько принять решение для того чтобы вы хотите здесь продолжить учебу продолжить свое пребывание и с туристической визы зачастую начинаются все другие типы виз есть учебная виза и так называемый 500 акию пять сотен до 500 500 а виза тоже бывает разным то что виды так называемые стримы виды обучая обучение бывают разные и обучение зачастую ведет вас к миграции вы должны выбирать то обучение тот путь который вам подходит больше всего и начинается это виза с получения confirmation of enrollment co и ну иногда сои кое говорят но силу и и если вы получили силу и это значит вы зачислены на курс и вы можете поддаваться на визу на студенчатую визу под класс 500 касается рабочих виз их несколько иногда путают визу выпускника с рабочей визой и другие визы которые дают разрешение на работу даже со студенчаткой визой но рабочая виза обычно например 482 сейчас виза это виза позволяет вам работать находиться в австралии закона семьей ну и много других каких условий для нее необходимые ну предположим может быть все пятерки по шкале авиалс или аналогичная пяти но не углубляясь в суть вот этой визы я могу сказать что 482 виза тоже зачастую ведет к миграции то есть если вы идете по этому пути вы значит предусматриваете что на основе вашего образования и опыта работы к чему вы идете по какой далее визе вы будете оставаться поэтому это не иммиграционная виза но может вести к иммиграцию в австралию через последовательность других есть еще иммиграция по программам skilled migration она очень многочисленная и это виза 189 но я бы назвал что есть еще сто двадцать четвертая и восемьсот пятьдесят восьмая это distinguished talent и глобал талан кстати не путайте их они разные визы и количество людей которые здесь остается тоже очень разное поэтому за ваши заслуги в образовании и опыте то есть вы профессионал высочайшего или высокого уровня или просто нужные стране вот и получается 124 858 и 189 виза есть визы спонсорские спонсорские визы очень их много это когда государство делегирует какую-то ответственность на положено штат 190 виза регион это 491 виза или работодателя это 186 визе но есть еще виза 494 180 короче говоря таких виз много но их все можно назвать спонсорскими и сейчас идет сдвиг от независимых виз сторону виз спонсорских более даже спонсорских конкретными работодателями есть семейная иммиграция самые два потока известные для нас это партнерские визы когда муж жена или невеста жених или разные есть варианты когда вас партнер спонсируют и достаточно дороговатая и не такая легкая скажем так виза я считаю что подаваться на нее легко но вот соблюсти все условия и соблюсти мир в семье чтобы дожить хотя бы до момента получения партнерки достаточно сложная вещь но в контакте я не могу сильно об этом судить просто потому что этим надо заниматься плотную как занимается алексей чихунов касается меня я больше силен по учебным визам туристическим визам ну и профессиональной миграции школе это связано с этими типами виз а есть еще виза беженства виза беженства это виза которая дается должна даваться людям которые реально испытывают большие сложности с риском для жизни проживая в любой точке своей страны какими людьми я кстати встречался и в общем то я мало верю в подавляющее большинство так называемых кейсов беженцев все эти беженцы с узбекистана с белоруссии россии украина особенно это все липа но опять-таки если государство австралийское считает что это нормально но это проблемы государства австралийского конечно потом нам это все расхлебывает на другой стороны чисто с точки зрения русскоговорящего человека ну и бог с ним наверное пускай остается здесь беженцы с украины с россии чем беженцы с далеких мне шри ланки или бирма не просто со своими наверное легче легче ли для государства хуже для государства потому что если такие люди будут легко оставаться а люди по профессиональной эмиграции будут оставаться сложнее это не честно а если не честно значит это некрасиво говорят что можно остаться и если тебе старше 45 до можно можно когда тебе до 55 лет не имею ввиду какая-то бизнес эмиграции называются инвестиционные программы если человек реально может пять миллионов совершенно легально заработать у себя дома привезти сюда и открыть вложиться в бизнес который реально нужен стране ну страна считает что такой человек и есть ему даже 54 года он достоин австралийского вид на жительство я думаю что австралийское государство в этом отношении право и соответственно австралия очень привлекательно для вас дорогие друзья настолько привлекательно что вы хотите сюда приехать и остаться я бы не сказал любой ценой это неправильные слова есть цены которые превышает стоимость продукта не любой ценой можно приехать в австралию нужно приезжать сюда но очень многие сюда стремятся и я вам искренне желаю успеха всегда те люди которые находятся в этой стране государство австралийска миграционные агенты и многие другие люди могут вам помочь просто повторяю постарайтесь сделать свой путь наиболее дешевым быстром и надежным и дай бог вам это осуществить а